Друзья, перед просмотром фильма хочу порекомендовать вам хороший магазин Арктика, который предоставил нам отличный термос. Термос имеет объем 1,7 литра и две кружки в комплекте. Вода в нем более 12 часов остается горячей или холодной. Термос имеет широкое и удобное горлышко. Также на сайте можно искать термосы, термокружки, сумки-холодильники и другую подобную туристическую посуду. Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал Гненники Бродяги. Сегодня мы находимся в Красноярском крае, на Ергаках. Ергаки. Природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Как особо охраняемая природная территория, природный парк был организован 4 апреля 2005 года. Его площадь составляет 342 873 гектара. Расположен он в истоках рек Большой Кепеш, Большой Ключ, Тайкиш, Верхняя, Средняя и Нижняя Буйба. Входит в состав ассоциаций заповедников национальных парков Алтай-Саянского эго-региона. Бывал я в этих краях еще ребенком, в те времена, когда дорога, соединяющая Хакасию, Красноярский край и Туву, была грунтовой и по ней с трудом могли разъехаться два автомобиля. С тех пор прошло очень много времени. Горный серпантин покрылся качественным асфальтом, за которым постоянно наблюдают и обновляют. Еще в начале 20 века на географических картах и в печатных изданиях это название выглядело как Иргаки. По распространенной версии, Ергаки связывают с туинским словом Эргек, Лук Эргек, Большой Палец. С этим словом сравнивают наиболее выразительный пик гор Звездный, отдельно напоминающий Большой Палец. Однако сходство с пальцем этого и других горных пиках Иргаков настолько отдаленное, что данная версия не считается безусловной. В туинском языке и других языках тюркской письменности много слов имеющих сходность с Иргаками написания. Так, например, Иргек, означающее самого крупного медведя. Эргил – праздник, Эргим – порог. Есть версия о том, что в названии могло сыграть роль слово Иргак, более сходное по звучанию с русским Иргак, имеющее значение кривой, искривленный, согнутый, изогнутый, что вполне соотносится с характерным внешним видом самих пиков. Сами же Иргаки заметны из долин на севере за сотни километров и выглядят как изогнутая искривленная линия горизонта. В путешествие мы отправились ранним утром, когда солнце только-только поднялось над горизонтом. Ехали долго, не торопясь. По пути останавливались перекусить и пофотографироваться. Одним из таких мест зачастую является так называемая полка. Туннель, выстроенный в опасной зоне, где дорога проходит близко к скале, с которой нередко осыпались и продолжают осыпаться камни, доходящие размером с дом. Здесь мы застали перекатывающийся через один из сотен местных перевалов облако. Поистине чарующее зрелище. Густой, белый как молоко туман облако медленно катился вниз в долину по склону, где и рассеивался. Добрались к визит-центру, ближе к обеду, зарегистрировались. Его стены и крыши облюбовала колония ласточек, которые громко и весело кричали, гоняясь друг за другом. Дождались основной группы и двинулись на стоянку, где, оставив автомобиль, упаковав рюкзаки и оправив снаряжение, двинулись к началу пути. Сейчас мы направляемся на Тормозаковский мост, откуда начинается якобы самая легкая вообще во всем парке, парке Иргаки-тропа, на озеро Радужное. Здесь включают лила, лестницы и практически асфальт. Вот какой асфальт мы скоро увидим. Здесь на мосту мы дождались основной группы, я познакомился с ребятами и вместе мы сделали групповое фото перед выходом. Ну что ж, наверное, можно отправляться в путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такая тропинка из досочек выложена, которая даже в грязь здесь поводка по бокам. И она довольно сухая, очень удобная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Небольшой ручей шумит так, как будто здесь горная река. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часть подъема здесь оборудована такой лесенкой с перилами. Очень удобно. Как-то здесь течет ручей. Это самое то, чтобы не погрузить Кандыбай. Вот такая лесенка. Стальная из арматуры и перила. Фух. Длинная, однако. Запахиваюсь. Слово сказать, рюкзак у меня сегодня 23 килограмма. На привале покажу, что я взял с собой. Палаточный городок. Жемчужина Саян, Ергаки. Добрались мы куда уже. Большой шутерчик красивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я помню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь. А там? Надо нам. Красивые виды скалы, пики. Неподалеку ручей журчит. Сегодня постараемся подняться на висячий камень. И вот голова спящего Саяна. Действительно похожа на голову, нос, голова, губы, подбородок. Красота. Добрались до озера Радужного. Однако здесь очень много чего запрещается. В целях восстановления природных комплексов озера Радужное произведены посадки лесных культурных кедров. Установка палаток, проход по территории насаждений и повреждения саженцев запрещается. Штраф в 3 тысячи рублей. Но мы не будем вредить. Пойдемте посмотрим, что это за озеро. Озеро Радужное. Красота. Надеюсь, ты этот интернет не выложишь. А зачем я снимаю? Естественно. Можно прямо тут. Сейчас вай-пай его поймаю. Гамак. Повисит абсолютно негде. Деревья все тоненькие, маленькие. Если куда-то дальше уходить, туда пойду, посмотрю. Слишком далеко от группы. Печальки. Так уж вышло, что шум от деревьев забил практически весь разговор. И в итоге ничего не было слышно. Пока монтировался ролик, мне уже пришел новый навороченный внешний микрофон. И я думаю, что качество звука теперь изрядно вырастет. Тут я рассказывал о том, что долго искал место для гамака. И пришлось отойти метров на 20-30 от основного лагеря, где остались ребята. Волновался насчет медведей. В прошлом году в этом парке медведь напал на семейную пару. Нас надзадрал мужчину и тяжело ранил женщину. Ну что же, наконец-то закончил. Вот там наш лагерь. Стоит, вот здесь стоит мой гамак. Сейчас тент откинул, чтобы комфортнее было забрасывать вещи, складывать. Закинул туда пока рюкзак, пусть полежит. Вещи на ночь. Сам думаю, маленько перекусить. По плану у нас сегодня еще поход к висячему камню. И еще какое-то одно место я не запомнил, к сожалению. Спина устала, наверное, пока этот рюкзак дотащил. Но пока интересно. Ребята там уже начинают обедать. Пора, наверное, уже и мне начинать тоже. Итак, друзья, обещал показать все, что я с собой взял в этот поход. Вещей купить не так уж и много, но занимают они полный рюкзак. Итак, здесь у меня в рюкзаке осталась вот сумка с набором для чая. Тут у меня есть печеньки, если немножко эти. В сумке для чая также у меня находится баллон с газом и горелка, насадка. Тут у меня кофе, тут у меня ничего нет. А, тут у меня чай лежит, забыл уже, где что лежит. Сам стал забывать. Тут у меня дополнительно пустой подсумочек для пауэрбанка. Казина, как здесь у меня, значит, средства от клещей и комаров. Здесь у меня дополнительная веревка для подвязки. Здесь у меня ножовка. В клапане у меня осталась солнечная панель. Все остальное я разложил. Итак, потихонечку начнем. Шарф, сетка. Незаменимая вещь. Можно и в жару использовать, как солнцезащитное. Можно и зимой, как утепляющее средство. Пенка, каремат, квадратный, раскладывающийся. Тоже удобная штука. Можно сделать удобную себе сидушечку. Либо в палатки разложить. Немножко непонятно. Далее идет тактическая жилетка, на которой у меня расположены все мои вещи на поход, на день, на выход, скажем так. Это подсумок основной, нож, подсумок для электроники, веревка, фонарь, веревка, днива, ретракторы всякие разные. Пара подсумков с обратной стороны. В общем, все то, чтобы не брать аборекзак на дневный выход. Далее у меня идет гидратор, само собой, трехлитровый. Здесь у меня идут носки, а еще в клапане пара носков. Перчатки с обрезанными пальцами, перчатки с полноценными пальцами для работы, например, с костром, с какими-то горящими вещами. Надувная подушка, которая у меня лежит вместе с дождевиком. Кусок пенки небольшой, мой боевой, весь ободранный. Его можно использовать, обычно использую, как коврик его, чтобы, когда разуваешься, в гамак залазить. Спальник, в котором у меня лежат теплые вещи, к тому же еще, который сейчас на мне, это куртка и теплые штаны. Пакет с едой, электроника. Вот, вроде бы все. А, ну еще сам гамак. Все, больше вот вещей, как бы, мне с собой нет. Но все это вместе весит 23 килограмма. Про подсумки не сказал. Букетка, само собой, понятно. Подсумок с веревкой, стоп-подсумок. Который можно повесить на ногу, либо на какой-то рюкзак подвесить, для того, чтобы во время остановки куда-то не лазить, какие-то там основные вещи сложить. Ну, что у меня здесь? Фонарик, иголка, нитки разные, там, нож маленький. Так, основное, короче. Немножко из аптечки тут вещей. Сюда еще обычную еду какую-нибудь кладу, там, например, там, потончик какой-нибудь, там, аптечка, подсумок с аптечкой. И аварийный подсумок. В этом подсумке у меня находятся основные вещи для выживания. Ну, на день, на два, примерно. Это одеяло спасателя, всякие веревки, там, таблетки, акватапса, печка, горючая веревка, там, изолента, всякие такие вещи. Обычно он у меня в аварийном кузовке лежит. Ну, вот, собственно, и все. Все мои вещи, которые я с собой взял в этот поход. Самый необходимый домик в лесу – это туалет. Вот что значит сервис. Ну, вот, наконец-то мы и двинулись в путь. Вперед и вверх. По Курумнику и раскиши от ручей в земле. Местами тропа была настолько крутой, что приходилось карабкаться в буквальном смысле слова. Курумнику и раскиши от ручей в земле. На вершине тропы встретили сухое дерево, вокруг которого находился приличный к размеру сугроб. И наши девчонки не применяли возможности поиграть в снежки. Ебатый. Чего тут нужно? Для всех хорошие шлепки. Черт. Черт. А, молодец! Стива вернулся. Это было красиво. Вон обед. Вон обед. Почти добрались. Фух. Осталось впереди эту гряду. И доберемся до висячих камней. Сейчас туда уже вон люди. Двигаются. Поднимаются. Тоже туда идти придется. Фух. Это первый камень, который виден снизу. Одним из негласных символов этого места является пирамидка из камней – Обо. Возможно, таким образом местные туристы хотят символизировать ими известнейшую достопримечательность – висячий камень. Такие нагромождения можно встретить повсеместно. Даже я не остался в стороне и возлышал камушек. С желанием вернуться сюда может раз, а может и больше. Я сомневаюсь, что по этой тропе ходят девочки в кроссовочках. Вот я тоже. Ну, маленькой там свернули. Ну, мне нравится еще, что такое что? Попробуй. Бываем мы здесь редко, а троп множество. Вот и не мудрено было слегка заплутать. Здесь не пройдете. Ну, пролезть можно, тут сложно. Не пройдут. Часть группы вернулась и пошла более простым маршрутом. Тогда как я, Михаил и проводница решили идти напрямки. Через завалы и расщелины. Надо отметить, что двигаться по подобной тропе, держа в руке монопод с камерой, не такое-то и простое дело. Временами приходилось ползти на локтях и упираться коленями. И все же, пару раз, я довольно ощутимо приложил штативом и камерой о камень. Ну, слава богу, все обошлось. С одной рукой довольно сложно. Как мне рассказали друзья, в этой палатке живет некая девушка по имени Лада. Хранительница этого места, которая следит за чистотой, чтобы здесь было чисто и прибрано. Приходит она сюда, как только сходит снег и уходит, когда снег выпадает. Озеро Каровое. Кстати, чуть не забыл, маркированный маршрут. Рут-трейл, привет. Дорога на висячей камере отмечена двумя белыми и одной желтой полоской. С дороги вот такую штуку заметил. Укрепленную столбами какую-то раму. Да, оттуда вглубь идет. Место это не глубокое. Вот видно. Виден уже тупик. Просто небольшой глубин, типа пещерки видимо делали себе какое-то место для ночлега здесь. И вот мы на вершине, у заветной цели. Вот он, многовековая загадка, висячий камень парка Иргаки. Как он тут оказался? Почему не падает? Никто не может дать на эти вопросы внятного ответа. Лежит камень, едва касаясь склона, и когда пытаешься его толкать, он ощутимо качается. По легенде, тот, кто скинет этот камень в пропасть, будет владеть миром. А по другой, после его падения проснется спящий саян, чей профиль виден практически из любого участка этого места. Ну что ж, дневная норма сегодня выполнена. Лагерь у нас разбит, на висячий камень мы сходили. Теперь возвращаемся обратно в лагерь. Будем готовиться ко сну, готовить ужин. Время сейчас, пятый час. В общем, здорово, красиво. Такие прям высоты. Идти хоть и далеко, но не слишком так, чтобы уж сложно. Даже вот дети сюда маленькие, 13-13 летние заходили. В общем, безумно красиво. Совсем рекомендую. Куда ты? Свалил, короче. Ну все, вернулись, мы гладим. Включаем к электрону, все вещи на месте. Это хорошо. Сейчас у меня есть примерно 2 часа до заката, пока не знаю, чем заниматься. Скорее всего, скину видеоролик. Разбрасываю видео, которое снял диск. Чтобы ему завтра сейчас обористы. Честно сказать, многие-то гудят. Никуда не хочется абсолютно. Посмотрим, когда погода будет. Сил нет никаких, даже готовить. Попить бы водички, да. Есть пару бутербродов. Супруга обзаботилась, наготовила. Сейчас это самое то. Сыр. Беда, беда, беда. Совсем мои кроссовочки прохудились. На коряги какой-то зацепился. Продрал дырку сквозную. Ну ладно, хорошо, что в подсумке ношу с собой всегда иголку с ниткой. Можно починить. Попробую аккуратненько прошить. Насколько хорошо это получится. Иначе завтра просто, я боюсь, совсем потеряю кроссовок. Нам тут еще два дня тусить. Ну, обувь, сами понимаете, в походе это очень, очень важная вещь. Весь палец я раздраконил. От постоянного контакта с водой, салями. Пальцы вон как раз лохматило все. Постоянной иголкой напарываюсь. Парываюсь. Ну, вроде худо-бедно уже кроссовок починил. Ай, травинку присосало тут. Осталось пару стежков. И все. Ношу постоянно иголку с ниткой. Ну, вот чинить обувь или одежду мне пришлось как бы в походных условиях впервые. Ну, что ж. Вроде бы как готово. Раздреснили, короче, там, ребята, едой. Решил приготовить себе кофе. Есть у меня вот такая вот соломка к чаю. По сути, с собой ничего с такого я не брал сегодня поесть. Три банки каши. Две банки тушенки. Мне немножко бутерброда. Вся моя еда на три дня. Обычно хватает, но сегодня день прям мега активный был. Мы планировали идти изначально на озеро Каравое. Но в итоге на озеро Радужное пришли. Каравое сегодня посмотрели, где это еще. За висячим камнем может. Ну, там, блин, там красиво. Там больше леса, там все тучки стояли. Так получается, что я изгой. Ну, как обычно, один. Ребята, там суп готовить себе. Ну, и суп готовить нечего. Там и реакция, кстати, здесь намного больше, чем там. Это тоже минус. Ну, там просто поставить негде гамак. Настояние между деревьями такое большое, что когда гамак натягиваем, прям до струны, даже элементарно положить туда рюкзак свой. Так, килограмм двадцать минут. И он до самой земли провисает. Это минус. Ну, вот. Ну, здесь нашел. Можно, конечно, было поставить прямо там. Наверное, с палатками. На каких-нибудь колышках оттянуть, москитку лечь. Не хочу. Хочу лежать комфортно, мягко. Не хочу найти досках спать на ровных, где лежишь там все, потому что все тело затекает. А тут лег мягенько все, комфортно. Спина там у меня больная. Поэтому гамак для меня самая лучшая тема. Сушка горячая, поэтому логной перчаткой пользуюсь. А, еще казинак у меня есть. Во, вспомнил. Но это на утро. Обычный шикар, какой-нибудь беру себе. Сегодня взял казинак. Ну, в общем-то, друзья. Лег себе. Поехали со спать. Время в 10 часов. Завтра подъем у нас ранее. В районе 6 часов утра. В 7 часов мы должны будем выйти уже по маршруту радиалочкам очередную. Народ еще там дурабосит. Бегает, что-то там готовит. Кто-то за костра сидит. В общем-то, ну, а я решил не спать лечь. Сильно устал. Вчера и сегодня. В общем, маленько думаю, высплюсь. Не знаю насчет того, как смогу ли завтра флешку вставлю в маленькую. Ну, маленькую флешку через переходник, как в камеру. Но в прошлый раз, когда я так сделал, у меня половина материала не сохранилась. Так что, ну, не знаю, не знаю. Удастся, не удастся мне это сделать. Ну, на всякий случай, НЗМ-то, скажем так, заключение первой части. Первый день, первая часть. Я не люблю фильмы разбивать. Пусть он лучше будет один. Допустим, на час все самое интересное соберешь, чем 3-часовых ролика, которые, по сути, между собой вроде как и связаны. Ну, как бы разные. Вот, ну, думаю, на этом первую часть похода мы завершаем. С вами был канал Дневники Бродяги. Подписываемся, ставим лайки, комментируем, не комментируем. В общем, если удастся, то дальше буду снимать завтра. В общем, все, завтра в саду все узнаем. В общем, ладно. Давайте, друзья, спокойной ночи всем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»